здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня поговорим о такой немаловажной теме как пикировка томатов о тех проблемах которые часто возникают практически у каждого при пикировке и так рассаду томатов можно выращивать в общей емкости с последующей пикировкой и в отдельных емкостей без пикировки нужно отметить если вы выращиваете томаты в отдельных емкостях без пикировки то нужно предусмотреть несколько нюансов нужно заполнять емкость для посева рассады грунтом только на две трети от общего объема это нужно для того чтобы потом иметь возможность подсыпать рассаду если рассаду не заглублять, не подсыпать, не образуются дополнительные корни, и рассада будет падать. Поэтому предусматривайте этот важный момент. Еще важным моментом является количество семян на такую емкость. Несмотря на то, что пикировки при таком посеве не нужно делать, однако в емкости нужно высевать сразу по 2-3 семени, так как некоторые из семян могут не взойти, либо дать неполноценные всходы. Если же все семена дружно взошли, то оставляем самый сильный росток, а остальные удаляем. Если же выращивать рассаду в общей емкости с последующей пикировкой, то нужно предусмотреть также немаловажные моменты. Пикировку томатов я обычно провожу в фазе развития двух настоящих листочков. Для пикировки использую обычные стаканчики из-под сметаны по 200-250 мл. Нужно отметить, что в таких стаканчиках нет дренажных отверстий, может происходить застой воды, поэтому в обязательном порядке проделайте дренажные отверстия. Можно использовать обычный гвоздь, либо шило, либо другие подручные инструменты. Дренажные отверстия нужны не только для оттока влаги, но и для проведения нижнего полива. Стаканчики нужно заполнять грунтом для рассады, но это должен быть грунт с добавлением некоторых необходимых компонентов. Например, я использую обычный керамсид. Добавляю немного керамзита в каждый стаканчик при пикировке рассады. Это необходимо для того, чтобы в почве создавались небольшие барьеры для развития корней, корни будут в них упираться и в итоге будут лучше ветвиться, а значит корневая система будет более мощной. Нужно отметить, что перед пикировкой рассаду не следует сильно поливать, иначе рассада становится ломкой, она попросту может сломаться в основании при пикировке. Также не следует заполнять стаканчик с грунтом до самого верха, иначе рассада не сможет развивать хорошую корневую систему и будет падать. Оставляйте немножко места для того, чтобы в случае необходимости подсыпать грунта и для того, чтобы проводить необходимый полив. Если стаканчик будет заполнен грунтом до самого верха, полив будет проводить очень тяжело, вода будет попросту вытекать за края. Извлекать рассаду из общей емкости можно с помощью подручных средств. Можно использовать обычную вилку или палочку для суши. Я использую именно ее. Очень удобно извлекать таким образом рассаду, и корневая система повреждается минимально. Нужно отметить, если даже корневая система повредилась, то эти повредения незначительны. Рассада быстро восстановится после пикировки, и корневая система будет развиваться более ветвистой. После того, как мы извлекли рассаду из нашей емкости для последующей пикировки, корни рассады можно обмакнуть в раствор с триходермой. Это усилит приживаемость рассады, а также убережет рассаду от различных патогенов в почве. Поэтому готовим раствор для обработки корней. Понадобится всего пол чайной ложки на литр воды. Окунаем корни рассады в раствор, и можно пикировать. Наверняка каждый из нас знает, что рассаду томатов в обязательном случае нужно заглублять при пикировке. Заглубляем практически до самых семядольных листочков. Если рассаду томатов не заглубить, корневая система будет плохо развиваться, и рассада будет падать. Поэтому заглубление рассады томатов обязательное. После пикировки рассаду томатов не следует сразу же выставлять на сильно освещенное место. Рассада еще не адаптировалась, корневая система плохо работает. Поэтому рассаду нужно немножко притянить. Ей нужен рассеянный свет. Поэтому примерно двое суток притеняйте рассаду томатов. Когда рассада окрепнет, приживется, ее можно выставлять на хорошо освещенный подоконник. В этот период рассаде томатов необходим световой день продолжительностью 10-12 часов. Очень важный момент – это подкормка рассады томатов. Не следует проводить подкормку сразу же после пикировки. Рассада должна хорошо укорениться и окрепнуть. Первую подкормку нужно проводить не ранее 10-14 дней после пикировки. В этот период можно использовать различные удобрения для подкормки рассады из магазина, а можно использовать натуральные вещества, о которых я рассказывал в предыдущих роликах. Это тот же настой дрожжей, настой луковой шелухи, а также настой банановой кожуры. Многим не терпится посеять томаты на рассаду. Люди не соблюдают сроки посева. В итоге рассада перерастает, вытягивается и с трудом доживает до момента посадки теплицу или грунт. Что делать в этой ситуации и как исправить положение? Если вы рано посеяли томаты и рассада вытянутая, можно использовать особый способ. Вытянутую рассаду мы срезаем. Срезаем всю надземную часть, удаляем нижние листочки и ставим в стаканчики с водой. Через несколько дней начинают появляться корешки и срезанные томаты опять высаживаем в емкости с грунтом. В итоге рассада немножко затормаживается в развитии, прекращается активный рост и она может дожить до момента посадки в теплицу. Не совершайте самых распространенных ошибок при пикировке томатов для того, чтобы у вас получилась хорошая рассада. Если соблюдать все правила агротехники, рассада будет пышной и здоровой, а урожай богатым. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!